Первую медицинскую маску создали для чумного доктора в средние века. Она напоминала длинный птичий клюв, в который клали чеснок и ароматические травы. Позже эту защиту признали бесполезной. Сегодня есть много разных масок, но далеко не все знают, как ими правильно пользоваться. Смысл маски имеет только тогда, когда она правильно одета. Это, во-первых, значит закрыт нос, полностью лицо получается закрыто. И еще хотелось бы напомнить, маска не может носиться месяц, неделю, три дня. Но если сейчас такая ситуация, можно же каждому сшить многослойную маску матерчатую, которую можно стирать каждый день. На прилавках аптек и магазинов есть маски всевозможных форм и расцветок. Медицинские и хирургические защищают от вируса окружающих, а респираторы – своего носителя. В одноразовой маске три слоя. Внутренний впитывает жидкость, средний фильтрует наше дыхание, а внешний защищает от проникновения мелких частиц и пыли. Их носят светлым слоем к лицу, а цветным – наружу. В магазине можно купить пачку масок с пометкой «Гигиенический», не медицинский. У них внешний слой не обработан антибактериальным средством. Поэтому здесь вопрос о том, какой стороной к лицу ее носить, скорее эстетический. Тканевые маски менее эффективны. Они могут уберечь от пыли, бактерий и пыльцы, но не от вируса. Узнаем, какие маски предпочитают саровчане. Я считаю, что тканевые, они больше полезны для здоровья. Медицинские маски эффективны. Именно медицинские. Вот это, что продают китайская вещь, которая нам пришла гуманитаркой в Россию, а ее продают по магазинам. Это не настоящая маска. Многоразовые, которые постираешь, утюгом прогладишь. Вот эти вот более предохраняют. Либо профессиональные медицинские с фильтрами. Многоразовые в основном. Одноразовые. Считаю, что не особо помогают. Необходимое средство защиты или обязательный аксессуар. Неважно, с какой целью человек надевает маску. А вот ее отсутствие воспринимается одинаково. Неуважение к окружающим нас людям. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.